Правительство Российской Федерации перенесло очередную индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на декабрь года текущего. Это связано с необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры системы жилищно-коммунального хозяйства. Средства пойдут на обновление теплотрасс, водопроводов и других систем жизнеобеспечения. При этом следующее повышение тарифов запланировано лишь на середину 2024 года. Соответствующее пояснение нашей съемочной группе дали в Республиканском министерстве экономического развития. Существующая в экономике инфляция всегда является главной причиной ценообразования. Иногда правительству удается индексировать тарифы за счет внутренних резервов, не затрагивая при этом потребителей напрямую. Но бесконечно это продолжаться не может. В этом году по решению правительства Российской Федерации во всей России и в том числе в Республике Морел с 1 декабря произошло очередное изменение тарифов на коммунальные услуги. Для населения средний индекс изменения тарифов на коммунальные услуги вырастет на 9%, предельный максимальный индекс вырастет на 11%. Следует отметить, что по отдельным видам коммунальных услуг рост может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Возникает закономерный вопрос, куда пойдут эти средства и как часто в дальнейшем будет проходить подобная индексация. Отметим, что обычно такую страховку в масштабах всей страны применяют в преддверии холодного времени года. Также важно и то, что правительство придерживается принципа «инфляция минус», то есть индексация не превышает существующий показатель инфляции, а в любом случае остается на несколько процентов ниже. Необходимость изменения тарифов вызвана необходимостью привлечения дополнительных средств на инвестиции в сферах электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и на повышение качества и надежности предоставляемых услуг. Это сделано как в интересах потребителей с точки зрения обеспечения качества и надежности предоставляемых услуг, так и безусловно в целях соблюдения баланса экономических интересов, поскольку много лет тарифы на коммунальные услуги отставали от реального уровня инфляции. И сейчас ситуация с точки зрения правительства Российской Федерации перешла уже в ту грань, когда тарифы можно устанавливать ежегодно ниже инфляции. Цены повышения тарифов озвучены. Отметим, что величина индекса начисления складывается при сравнении платы, например, за ноябрь и декабрь текущего года соответственно. При этом надо исходить из принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг. В декабре стоимость будет выше. Есть и надзорные органы, которые будут тщательно отслеживать весь процесс начисления. В первую очередь, само Министерство промышленности, экономического развития и торговли, а также органы, которые нас курируют. Это федеральные антимонопольные службы. Ежемесячно туда будет направляться информация в формате шаблонов по всем регулированным организациям. А также органы, уполномоченные на осуществление мероприятий и контроль надзорной деятельности, например, прокуратуры Республики Марио. В завершение добавим, что следующее изменение платы за коммунальные услуги планируется провести 1 июля 2024 года. Таким образом, только что установленные тарифы будут действовать в ближайшие 19 месяцев. Продолжение следует...